Не надо сказать, что у нас какая-то там проторенная дорога уникальная. Даже понятие еврейской, там, бизнес, этого не существует. Понятие, я думаю, в мире, наверное, а в России точно. Мы так или иначе взаимодействуем с государством. Мы одна из четырех основных конфессий. Мне нравилась работа в метро, я с удовольствием вспоминаю это. Я по факту, работа в ВСК вообще не построил, даже больше, чем в метро. Конечно, люди идут туда, где хочется заработать все. Добрый день. Мы сегодня решили поговорить с гостем, который, в общем, прямого отношения к инвестициям не имеет. Потому что неправильно разговаривать все время только с теми, кто инвестиции производит, для кого это его хлеб, для кого это его жизнь. Интересно посмотреть на инфраструктуру, на экосистему, так сказать, в которой эти инвестиции делаются. Сегодняшний наш гость Александр Борода, один из самых известных раввинов России. Человек, который играет ключевую роль в одной из двух крупных еврейских общин. И, конечно, он имеет отношение к инвестированию, потому что еврейский бизнес делается в основном через еврейскую общину. Потому что раввин, потому что человек, который высоко стоит в иерархии общины, является и учителем, и советником, и коллегой, иногда и судьей в спорах между бизнесменами. О том, как это происходит, о том, как работает община, как взаимодействуют между собой еврейские и, оказывается, и нееврейские бизнесмены в рамках этой общины, мы будем разговаривать. И также попробуем поговорить о том, почему это происходит не так, как в других конфессиях, и хорошо это или плохо. Добрый день. Здравствуйте. Вы необычный гость для нас, а у нас необычная тема для вас. Мы говорим не о еврейских сообществах, не о том, чем вы непосредственно занимаетесь. Это наша передача, наш цикл интервью о инвестициях. Ну и поскольку евреи традиционно ассоциируются с деньгами и с инвестицией, мы не могли пройти мимо и не поговорить с вами. Вы в своей жизни когда-нибудь что-нибудь во что-нибудь инвестировали? Нет, никогда не инвестировал. Это потому, что принципиальная позиция не заниматься инвестированием? Нет, она принципиальная позиция с точки зрения моей работы в резкой общине. Мы живем на благотворительном пожертвовании, которое имеет целевое назначение. И инвестировать эти деньги я не имею права по моральным соображениям и по юридическим в том числе. А своих личных денег у меня недостаточно, чтобы заниматься инвестиционной деятельностью. Поэтому вот так сложилось, что я не являюсь инвестором. Но при этом люди, которые дают вам деньги, община живет на благотворительной пожертвовании, они, конечно, являются инвесторами. Конечно. И к вам, и к раввинам приходят за советами. А можете рассказать, как это вообще происходит? Есть ли какие-то советы про инвестиции в еврейское общение? Приходят ли за такими советами ваши благотворители? Какие-то примеры, может быть? Я бы сказал так, что стандартной практики, что раввины принимают по вопросу инвестиций, не существует. Потому что все-таки к раввинам чаще всего приходят за другими советами. Но вместе с тем, безусловно, между мной и другими раввинами и бизнесменами далеко уже не формальные отношения. И это уже полуродственные, полусемейные отношения. И, конечно, мы часто обсуждаем самые разные вещи. И многие мои товарищи, бизнесмены делятся со мной своими мыслями по поводу инвестиций в том числе. И я в силу своего опыта и круга знаний могу что-то посоветовать в силу того, что я знаю про те компании, в которые они собираются инвестировать. Или что я думаю о тех предприятиях или тех направлениях бизнеса, в которые они думают инвестировать. И какие-то советы, конечно, даю в силу своего опыта, знаний. К ним прислушиваются? Чаще всего да. Потому что так получается, что у каждого бизнесмена есть определенный круг общения, круг знакомств. Он достаточно, как ни странно, ограничен. По сравнению, например, с моим кругом знакомств, потому что у меня очень большая палитра бизнесменов из самых разных отраслей бизнеса, экономики. Поэтому у меня часто оказывается более глубокий набор информации, в частности, о каком-то виде бизнеса. А это этично давать такую информацию, если она у вас есть? Нет, ну это не инсайд какой-то. Я не нахожусь внутри каких-то знаний о компаниях. Я просто понимаю, что происходит более или менее. Я все-таки уже прожил какую-то часть жизни. Наша община находится не вне процессов, которые происходят в стране и в целом мире. Мы следим за этим тоже, потому что мы живем на пожертвовании тех людей, которые занимаются инвестициями. Поэтому мы тоже хотим понимать, что у них происходит в том числе. Еще раз говорю, у нас много личных отношений. Давно уже перешло из рамки общения раввин и прихожанин, раввин и бизнесмен. Это все одна большая семья, одна большая дружная, теплая семья. Семья – это самое правильное слово. И, конечно, мы друг другу помогаем, взаимодействуем на личном уровне, на уровне общины. И я всегда говорю о том, что, в принципе, мы вообще не делим. Вот эти люди делают общину, а эти люди нам помогают. Все вместе мы делаем общину, вместе с теми людьми. Кто-то деньгами, кто-то своим временем, силами, опытом. Поэтому сейчас мы стараемся, безусловно, в рамках того, что мы знаем это этично, потому что мы не внутри компании, даем какие-то, конечно, советы. А насколько, если смотреть на палитру бизнеса, скажем, в России, сильно еврейское проникновение? Я бы не сказал, что это какой-то очень значительный сегмент общего рынка, которым участвуют представители еврейской национальности и еврейского вероисповедания. Но мы далеко не только с иудеями и с евреями общаемся. Мы общаемся с теми людьми, с которыми у нас складываются хорошие отношения, человеческие отношения. И мы занимаемся очень много благотворительной деятельностью общего плана. И они понимают, что мы делаем. У нас очень прозрачная, понятная система благотворительности. Им нравится это. Мы тоже стараемся с ними помогать. Они дают пожертвования иногда. Мы им просто помогаем, потому что у нас хорошие отношения. Проникновение. Нет такого понятия вообще, какой-либо объем проникновения. Потому что даже понятие еврейское, бизнес, этого не существует. Понятие, я думаю, в мире, наверное, а в России точно. Потому что все россияне участвуют в бизнесе, как россияне. Я бы даже сказал, что большинство бизнесменов – это советские граждане, получившие основное воспитание в СССР. Они по бизнесу, по образу мышления или по каким-то принципам, подходам ничем не отличаются от других бизнесменов разных национальностей. То есть, идея про то, что есть определенный еврейский бизнес, еврейские способы его ведения, еврейская ментальность в бизнесе – это миф? Абсолютно миф. По крайней мере, в России точно. Я слышал, что бриллианты в бизнесе в мире, не в России, подчеркиваю. Есть какая-то, как на бирже в Антверпене или на бриллиантах биржи в Израиле, есть некая форма гарантии, как пожать руки. Я не знаю, работает это сейчас или нет, но я слышал, что 30 лет назад это была высокая степень доверия, не подписывая контракт, а просто пожать руки. В России такого не существует и нет такой традиции. В России точный миф, на Западе точный миф из того, что я понимал. Вот бриллианты в бизнесе я слышал, что раньше были какие-то сегменты, которые, по-моему, тоже уже давно миф. А есть какие-то отличия, на Ваш взгляд, между тем, как работает подобное инвестиционное консультирование или вообще практика инвестиций членов общины, скажем, в Америке и в России? Думаю, никакой разницы нет. Те же самые принципы и те же самые подходы. Риски, доходность, все те же критерии, которые во всем мире так... Ну и отношения так же строятся. Конечно. И то же самое, хоть мы и говорим, что в разных странах государство больше, меньше отделено от бизнеса. В достаточной степени и в самых развитых, как в западных странах отношения государства дают приоритеты и так далее, и так далее. Это специфика, не сказать, что в России что-то особенное от странного мира. Примерно то же самое. А в Израиле? То же самое. Не вижу принципиальных отличий. Ну, действительно, объем. Израиль — страна относительно небогатая. Это страна стартапов, которые за счет интеллекта создают некий продукт, который чаще всего они не могут развивать дальше, и просто его продают мировым корпорациям. Это очень распространенная вещь, даже в киноиндустрии. Израильтяне — мастера сценария, которые дальше отдают ту же Голливуд, который может потратить 8-100 миллионов долларов на съемки. Израиль такой потратить не может. И Израиль в этом смысле открытая, безусловно, страна с самым разным видом бизнес-приложения. Но у них недостаточно природных ресурсов, поэтому он больше интеллектуально пользуется. Традиционный для России вопрос. А когда вы наблюдаете за инвестициями, развитием бизнеса ваших членов общины, вы не видите какого-то противодействия в связи с национальными признаками в России? Не видел. Никогда не видел этого. Никогда или сейчас? Нет, я никогда этого не видел. То есть даже в 90-е годы, когда было много антисемитских разных публикаций, я не могу сказать, что у этих людей сужался бизнес, которые были евреями и участвовали в бизнесе. Да, шли какие-то антисемитские публикации, но я никогда не слышал, что из-за антисемитизма кому-то не дали возможность участвовать в каком-то бизнесе. Я не слышал такого. А с точки зрения идеологии, скажем, аудейской веры и так далее, существуют ли какие-то идеи или постулаты, которые отличали бы инвестора, который следует этой идеологии, от инвестора вообще, от инвестора, у которого нет идеологии? Есть некий принцип, который не является базовым. Есть в Талмуде мнение, что треть кладут в недвижимое имущество, треть более такое мобильное, как акции, треть, может быть, идет в какие-то более резервные базы, должно всегда быть как несгораемый остаток. Но таких специальных постулатов, которые бы выделяли подход евреев к бизнесу по отношению к представительной другим национальности, я бы не видел. Устремление заработать, оно присутствует у всех людей, которые входят в бизнес. И, конечно, люди идут туда, где хочется заработать все. Скажем, в мусульманстве, насколько я понимаю, есть определенные правила относительно процентных доходов. Там даже есть специальные кредиты, суккук так называемые, которые эти правила, будем честно говорить, обходят. А в иудаизме нет подобных вещей? Есть. Есть? А как это выглядит? В Торе написано, что иудеи не могут давать иудеи деньги в долг под процент. И Израиль тоже самое стоит перед такой же проблемой. Израильские банки, они абсолютно иудейские. И там составляется такой договор, что каждый вкладчик банка, который получает процент со вклада, он является акционером, который получает долю от прибыли, а не процент. Я думаю, что в исламском мире принцип тот же, что это не давание денег в долг под процент, а именно форма такого акционерного участия. Именно иудею и иудею. То есть, в принципе, давать не иудеям можно под процент. Да. На этом, собственно, основаны были средневековые банки. Да. Но вот здесь, кроме Израиля, я не знаю понятия иудейские банки, поэтому таких специальных ограничений нет. Крупные жертвователи, да, вы же говорите, что это одна семья, вы их хорошо знаете. Крупные еврейские бизнесмены, которые жертвуют на общину. Можно ли попробовать сформулировать какие-то общие идеи, которыми они руководствуются, инвестируя? Как они подходят к этому? Да, вот ваши, собственно, коллеги и ваши жертвователи. Я бы сказал, что все люди разные, с разным подходом. И подходом к бизнесу. Я, безусловно, со стороны, как и ни с кем никогда не участвую в бизнесе. Ну, относительно со стороны, потому что я знаю многих людей достаточно хорошо лично. Могу сказать, что разный подход к инвестициям, отношение к деньгам и желание быть вовлеченном в процессы. То есть, кто-то готов вникать в каждую копейку и проводить дни и ночи, и кто-то предпочитает им делать только крупные какие-то дела, и меньше быть погружен, больше отдыхать, например. Или уже заработал какие-то деньги, но надо как-то ограничить свое время, которое ты зарабатываешь. Поэтому это больше относится к типам характеров, нежели к национальности. Это как все люди. И типы характеров разные. Да, разные подходы к инвестициям. Поэтому здесь нет специфики еврейского какого-то инвестора. Это вот разные люди как везде, которые, каждый из них имеет свой подход, понимание, как зарабатывать деньги. Вы говорите, что вы собираете деньги благотворителей, используете их как благотворительный фонд, естественно. А по дороге что происходит с этими деньгами? Иногда благотворительные фонды занимаются инвестированием для того, чтобы поддерживать рост капитала в процессе. У нас есть только один прецедент, который мы создали. Это эндаумент фонд музеи. Это отдельные деньги, которые в уставе прописано, что они инвестируются, и на прибыль от этих инвестиций в перспективе должен содержаться еврейский музей. Пока это неплохая поддержка музея, но, конечно, мы не дошли близко до того уровня, что просто на эндаумент фонд, на его дивиденды может жить музей. Но это прописано в уставе. Это люди сознательно дают деньги. Это не есть пожертвование в чисто виденную основную деятельность. Это фонд целевого капитала, то, что называется. А то, что дается под названием благотворительная помощь, это абсолютно адресные деньги, которые, мне кажется, мы не имеем права морально инвестировать. Если человек дал на какую-то конкретную помощь, а мы их инвестируем, мы проиграли или потеряли, или еще что-нибудь, то нам никто не выполномачивал этим заниматься, поэтому мы не имеем права делать. Поэтому они пока не использованы, просто лежат. У нас, по факту, такого нет, потому что у нас бюджет почти дефицитный. Поэтому, я бы сказал, даже дефицитный. Поэтому у нас нет так лежащих денег. А эндаумент как инвестируется? Эндамент, по сути, в банках, в инвестиционной компании при банках, просто с определенной доходностью. Это достаточно консервативные инвестиции, потому что никто не хочет рисковать этими деньгами глобально. Все хотят какую-то стабильность понятную и прозрачную. А можно мы немножко поговорим о вас? Пожалуйста. Потому что биография необычная. И мы сейчас привяжем к инвестициям. Вы же горный инженер. Маркшеймер. Моя специальность, да. Я работал в метрострое даже несколько лет. У вас даже есть награда, я так понимаю, за строительство московского метро. То есть, в принципе, вы могли бы сейчас возглавлять крупную маршрейдерскую компанию в Москве. Наверное, общестроительная маршрейдерская компания. Ну, да. Но есть компании, кстати, специализированные, которые занимаются туннелями только. Нет, нет. В моей бытности были компании, которые... Ну, государственные компании, которые занимались именно маршрейдерскими работами. Это отдельная компания, которая обслуживала метрострой. Сейчас, по-моему, это все слилось. И это часть общих строительных подразделений. Да, но у меня даже есть пара знакомых владельцев от компании, которые там строят, скажем, туннели. Да, это да. Каналы и так далее. Почему вы ушли из этой карьеры? Ну, мне интересовала религия. Мне нравилась работа метро. Я с удовольствием вспоминаю это. С удовольствием мне это очень интересно было. Но религия была интереснее. Мне было вот... Я искал там ответы на вопросы, я их нашел в религии. Ну, каждый человек задумывается в юности, молодости, каких-то как-то смысле жизни, качестве жизни, каких-то базовых ценностях, которые являются, могут быть отправными точками. И я их нашел в религии. И мне это было интересно. Но, знаете, как ни странно, вы только эти про эту награду я получил, а я получил уже, когда работал в религийской общине. Я, по факту, работаю в религийской общине, построил даже больше, чем в метро. Как это может быть? Расскажи. В религийской общине строил. Мы же школы строили, детские сады, разные образовательные центры. Но не руками, в смысле... Ну, организаторами. Это же я внутри процессов. То есть, это нельзя сказать, что мы отдали компанию и ждем, когда они построят. У нас часто такие совещания происходят, где я там, мягко говоря, активный участник. Слушай, ну расскажите, это же тоже инвестиции в те же самые школы, детские сады и так далее. Что построено? Ну, общинный центр Марьиной Рощи. Жуковка, общинный центр. Школы, вот у нас школы образовательные. Центр Марьиной Рощи. Благотворительный центр Марьиной Рощи. Школа-интернат. Тоже есть Марьиной Рощи. Есть на Будайском проезде большой детский дом, там 15 тысяч метров. Есть и университет, у нас одно здание в Сокольниках, одно здание в Отрадном. Еще масса зданий. Это все объекты, которые мы либо реконструировали, либо построили. Музей, в конце концов. Все это пожертвование? Все пожертвование. И как это работает? Насколько это может функционировать без дополнительных пожертвований сегодня? Сегодня не может. Мы такой задачи не ставили. Это невозможно. К сожалению, потому что это совершенно другое приложение. Если это коммерческий, например, детский сад, то это определенный сегмент людей. И это, во-первых, мы не получим решение той задачи, которую мы хотим. Мы хотим давать образование. И фокус у нас не на самых состоятельных людей, а на людей средним и небольшим достатком. Поэтому мы по факту какие-то платы берем, но она близко не окупает стоимость содержания и эксплуатационных расходов зданий. Можно ли задать вопрос относительно роли государства? Есть ли государственные деньги? Государство отделено от религии. Государство официально даже не может это делать. Мы же знаем, как это происходит с другими религиями. Я не знаю ни про других, ничего. У нас ни копейки. Есть, знаете, что? Есть частные школы, независимо от религии, вообще не связанных религий. Частным школам государство доплачивается. Всем частным школам. Вот это мы получаем доплаты, как все частные школы. Больше ничего. Есть гранты. Небольшие гранты, не связанные с религией, а на культуру, на благотворительность или правительство Москвы, или администрацию президента. Небольшие гранты на какие-то проекты. В частности, в рамках Еврейского музея мы подаем на проекты по толерантности. Иногда мы получаем такие гранты, но это небольшие деньги, и мы на них точно ничем близко не живем. Официально каких-то, и вообще неофициально каких-то денег у нас в государстве нет, конечно. Один из вопросов, естественно, который должен возникнуть, это вообще, насколько вы влиятельны в государстве. Что может еврейская община сегодня в России? Вот был рассказ о том, что русское гражданство можно получить, если еврейская община заступится. Там есть прецедент, да, даже говорят. Здесь мы можем попросить действительно, чтобы какой-то там меценат хочет получить российское гражданство. Я знаю прецедент, к кому вы говорите. Иногда прислушиваются, иногда менее прислушиваются. Не надо сказать, что у нас какая-то там проторенная дорога уникальная. Мы так или иначе взаимодействуем с государством. Мы одна из четырех основных конфессий. Российское государство, в принципе, правильно сделано, дало идеологию глобальной религии. Потому что основные ценности, если в Советском Союзе там моральный кодекс строителей коммунизма, по-моему, был основной моральной ценностью, образ советского человека, как некого такого вот суперчеловека, то Россия, по-моему, в общем-то, по моему мнению, очень правильно опирается на основные традиционные религии. И мы так или иначе в этом смысле взаимодействуем с государством, потому что мы являемся участниками многих мероприятий на государственном уровне. Наше мнение спрашивает о тех или иных государственных процессах, конечно, не экономического свойства, а больше такого частью морально-нравственного. Ну и какие-то иногда политические вопросы бывают. Хорошо, ну вот предположим, что я гипотетический член общины, и у меня возникают какие-то проблемы с российским государством. Это осмысленно идти к вам и говорить «помогите»? Ну, безусловно, хуже не будет. Может быть, только лучше. Во-первых, мы знаем много адвокатских контор, которые могут так или иначе быть адресно полезны. Мы тоже иногда ходатайствуем о тех или иных членах общины, но мы совершенно четко понимаем, что если идет какое-то, например, уголовное дело, ну, ходатайствуем. Мы же не внутри этого дела, мы не знаем там всех составляющих, поэтому мы можем как-то содействовать, но мы абсолютно четко понимаем грани этого. А есть ли у меня проблемы с кем-то, в чьё предприятие я проинвестировал вот тот, дал денег, даже, может быть, обсуждал это в общине, а там проблема. Ну, украл, скажем, человек денег или плохо ведет бизнес. Я могу к вам прийти к этому поводу? Такая практика есть. Есть и Равинский суд, и есть вне рамок Равинского суд, а просто какое-то выяснение. Если мы знаем обоих участников, то мы стараемся найти какое-то решение, безусловно. А еще и работает эффективно Равинский суд? Не говорят участники по тому, что есть арбитраж государственный, меня он только интересует, а в Равинский суд я не буду выполнять решение. Такое тоже бывало, потому что действительно люди, если что-то не устраивает, они тогда понимают, что у них испортятся отношения со всеми. То есть, если они ищут справедливость, то тогда, наверное, Равинский суд самый правильный адрес. Если они хотят выиграть любой ценой, наверное, в Равинский суд не надо идти. Потому что там будет справедливость, если она их не устает, они не будут исполнять это, и дальше будет конфликт с многими людьми в итоге. Кстати, похожий вопрос, но не про Россию. А вот я, например, российский бизнесмен, актуальная тема, и у меня проблемы в США. Я могу к вам прийти? Да, если ваш контрагент тоже связан с еврейской общиной, то точно я себя свяжусь с этим Равином, и мы сможем как-то пытаться, если два человека мотивированы на поиск справедливости, эту справедливость как-то найти. А если проблемы с государством США? Вот я попадаю под санкции, например, или, ну, это более редкий случай, или там американцы что-то подозревают по поводу меня, скажем, счета блокируют, что чаще случается? Государство не обращательного ни на что. Влияние на государство, тем более на американское государство, ничтожно вообще кого-либо. Там такая большая машина, которая, по моему пониманию, она вообще мало поддается влиянию. А вот то, что вы говорите под закрытие счетов, это вообще чаще всего выбор служб безопасности банков. И это даже не совсем государство, это их некое понимание. Оно, кстати, не имеет отношения к России. То есть, если человек считается политический деятель, то независимо от какой страны они могут ему закрыть счет, потому что политически вовлеченные деятели, они не хотят их иметь счета. В России же, наверное, действует не единая еврейская община, их несколько. Как это вообще устроено? То есть, вот если я завтра проснулся и решил, что я хочу попасть в общину, мне нравится то, что вы говорите, я хочу с помощью нее, в том числе, инвестировать, мне идти в ближайшую? Или как это происходит? В России есть две глобально консолидированные религиозные организации. Мы, это Федерация Еврейской Общины России и второй, второй называется Конгресс Еврейской Религиозной Общины Организации России. Если по персоналиям, у нас главная, как бы, Барлазар, вторая организация, это Адольф Славон Шаевич. Ну, по масштабу, где-то, наверное, у нас процентов 75-80, у них процентов 25. Есть на слуху такая организация Российский Еврейский Конгресс, которую главает Юрий Саркович Канер. А это юридически, это благотворительный фонд. И как бы это объединение бизнесменов, которые созданы, по идее, помогать такими, как мы, любым каким-то своим проектам. Но, по факту, большая часть бизнесменов, они вне рамок Российского Еврейского Конгресса напрямую взаимодействуют с нами, с нашими коллегами. А куда вам идти? Ну, где вам приятнее, где комфортнее? Все-таки в юридическом общине не так, что прям люди идут за инвестициями. Идут в синагогу, там, молитвы, праздники. Где комфортно, где раввин приятный, где друзья. Люди же выбирают, где ближе тоже. Часто имеет персонифицированное значение. А как вы относитесь к нерелигиозным евреям-бизнесменам? Человек ощущает себя евреем, скажем, да, по национальности, но он не религиозный. Таких большинство. Ну, знаете как, я бы сказал так, что это то же самое. Большинство, ведь прихожан синагоги, это именно такие есть. Это те люди, которые приходят к нам на праздники, или приходят даже на шабаты, большинство из них не так же практикуют иудаизм. Ежедневно. Надевать фелин, не молиться раз в день. И мы в этом видим большой смысл. Именно существование общин, подобное, как и нашей. В России не может быть чисто религиозная община, просто неоткуда взяться. Советский Союз не обучал религиям. Люди ощущают себя евреями. И мы хотим быть просто домом для людей, которые чувствуют себя евреями. И да, мы даем какую-то культуру, традицию, традицию, религию, но каждый из них берет столько, сколько может ее взять. И, конечно, я наблюдаю людей, там, уже почти 30 лет, многие из них прошли какой-то путь. Но это не дать сказать, что они стали религиозными людьми полностью. Какое место занимают в этой системе клубы типа Соломона? И наверняка же есть и еще какие-то бизнес-клубы, клубы по интересам вокруг общины. Ну, клуб Соломона является бизнес-клубом, очень эффективный бизнес-клуб, я даже там каким-то, ну, не кем-то, просто понятно, кем возглавляет этот клуб. Но он очень эффективный клуб по нескольким причинам. Прежде всего, за счет двух людей, которые занимаются этим, это Денис Гуревич и Евгений Гольцман. Они очень активные, правильные ребята. Во-вторых, они создали абсолютно правильную концепцию. Это и бизнес, и традиции, и культура. Не бывает отдельно другого в рамках еврейской общины. И они очень активно привлекают новых членов. Молодцы! Такого масштаба клубов, наверное, нет у нас. А в регионах России это так же работает? Чуть-чуть по-другому. Чаще всего, так как количество этих бизнесменов небольшое, и они просто сфокусированы на личности Равина. Это его чаще всего прихожане, друзья, которые напрямую общаются с Равином. И, по сути, это такой некий, можно сказать, дед попечительский совет общины под руководством Равина. Там примерно это так. На самом деле, даже клуб «Соломон» все эти бизнесмены так или иначе сфокусированы на общину, на руководство общины. И клуб «Соломон» — это некий такой вот клуб, но вместе с тем это неотъемлемая часть общины со всей ее структурой. В еврейской общине, естественно, в России существует и православная церковь, и существует мусульманство достаточно хорошо представленное. И какие-то взаимодействия между этими конфессиями вот именно в виде бизнесов, в плане бизнеса существуют. То есть, может ли, скажем, к вам прийти, скажем, священник православной церкви и сказать, тут вот спор между моим прихожанином и вашим членом общины, давай разберемся. Или такого не бывает? Такую практику я никогда не видел, не слышал. Но идея хорошая. Вообще люди, когда люди обращаются к каким-то духовным авторитетам в поисках справедливости и решения конфликта, это всегда лучше, нежели они пытаются конфликтовать в открытом виде друг с другом. Практики в моей жизни такого не было. А как вы думаете, почему? Я думаю, что бизнесмены не так связаны с религиозными конфессиями. Но мы же знаем, что есть достаточно много бизнесменов, которые позиционируют себя как православные и даже некоторые ультраправославные. Никогда не слышал, чтобы они ходили за решением своих бизнес-вопросов к священникам православной церкви. Может, за какими-то слаббистскими делами они ходят, но они за решением вопросов. А вот наш любимый российский рассказ про кланы Ротшильдов, Рокфиллеров, про еврейский контроль над мировыми финансами. Ну, это в основном интимитские. Ну да, нет, просто интересно, что вы на эту тему думаете. Но факт это мы знаем, конечно, все. Ну, есть Ротшильд, Ротшильд, да, еврейский, Рокфиллеры, по-моему, чисто англосаксы. Но это не важно для этой семьи. Ну, семья Ротшильдов в первом поколении, где это Мэр Аншильд, Ротшильд, он действительно еврей, соблюдающий еврей. Создал большую бизнес-империю, как другую. Дальше дети разошлись. Каким образом? Между, по-моему, ими взаимодействия нет никакого сейчас. Во-первых, они уже давно евреи условно, у них только фамилия еврейская, но я знаю, например, английский Клан Ротшильд. Ну, французский есть достаточно серьезный. ну, как они евреи? Ну, фамилию носят. Какое имеют они влияние? Думаю, далеко никакого с точки зрения влияния на мировую финансы. Интересно, а Сорос принимает участие какое-то? Нет. Он совсем вне общин, да? Ну, в России-то тем более никогда, и в Америке тоже никогда. То есть он себя не позиционирует как еврейская. Хотя он спас, он же венгерский еврей, его спасли из концлагеря. Но он же продвигает такие глобальные гуманитарные процессы. То есть он претендует на, так сказать, глобализацию не в рамках еврейской общины, а в рамках управления человечеством. Ну, пока не успешно. Если бы к вам пришел прихожение на общины или жертвователь, тем более, да, и задал вопрос, вот, как мне инвестировать? Дайте мне, пожалуйста, гайдлайнс. Есть такая практика. Ко мне приходят в последнее время чаще люди с разными бизнес-проектами, которые ищут инвестиции. И спрашивают, может, я знаю кого-то, кто хотел бы участвовать. И я звоню тем более людей, связываю между собой. Если я вижу сам для себя, естественно, это субъективно оценка, какой-то рынок, потенциал, то я знаю, кто бы хотел, потому что действительно у меня много такого дружеского общения с разными людьми, то я чаще всего их связываю между собой. Если интересно, они дальше взаимодействуют, кто-то инвестирует куда-то. Это хороший ответ на вопрос, можно ли к вам прийти в поиски инвесторов. А я, наверное, немножко другое хотел спросить. То есть, можете ли вы как учитель, рабе это учитель, сказать, придерживайся таких-то и таких-то принципов инвестирования? Инвестиции, наверное, бывают нескольких типов. Есть консервативные, инвестиции, а вкладки консервативные ценные бумаги. Есть некая определенная доходность, например, в акции «Газпрома», хотя это такая нестабильная история, в какой-нибудь нефтехимии постабильнее, наверное. Какой-то такой сегмент, который более консервативный, с понятными перспективами, наверное, там меньше доходность, но больше стабильность. Есть более подвижные сегменты, которые, например, каннабис сейчас в мире, очень активно развивающийся рынок, который легализуется каждым годом все больше и больше. Я бы сказал, что это, наверное, один из самых доходных рынков в мире сегодня. Я мог бы, наверное, ожидать, может быть, моя ошибка, что любой человек, связанный с религией, сказал бы, не инвестируй в вооружение, не инвестируй в наркотики, не инвестируй в фармакологию, действия, которые противоречат принципам религии и так далее. Будете ли вы это говорить своим прихожанам? Да, безусловно. Но, когда я назвал каннабис, то влияние на организм меньше, чем алкоголь. каннабис, то есть в алкогольную промышленность если можно инвестировать, то очевидно. А можно? В алкогольную промышленность да, потому что ну это не запрещено пить алкоголь. А в производство оружия? В производство оружия я бы не советовал. Хотя иногда оружие устанавливает мир. Вот когда Советский Союз с Америкой поравнялись в потенциалах, это была самая стабильная конструкция, что войны не будет. Я могу массу примеров привести, где производство оружия либо там импорт оружия останавливая войны. Но в целом, конечно, оружие создано для того, чтобы убивать. И, конечно, я бы не советовал никогда. А если не еврейский по национальности бизнесмен придет к вам и скажет, я тоже хочу участвовать, я хочу, скажем, инвестировать с вами, я хочу дать даже какие-то деньги на благотворительность. Таких хватает. И вы рассматриваете это как естественную ситуацию. Да, потому что эти люди тоже нам помогают. А почему они это делают? Ну, видят какие-то смыслы в нескольких аспектах. Это и широта общения, какие-то возможности контактов. Действительно, наш авторитет с точки зрения люди познакомились в общине. Есть какой-то дополнительный рычаг доверия, рычаг то, что не обманут. И люди тоже хотят этот рычаг. И в принципе многие нам помогают представить не евреи, потому что они считают то, что мы делаем это правильно и полезно для страны. Именно для страны? Ну, какие-то общие гуманитарные проекты. А вообще вот если отличить от тех, кто уже пришел, можно сказать, что скажем, не еврейские бизнесмены от того, что они сотрудничают с общиной выигрывают в чем-то однозначно? Думаю, ну, есть разные люди. Есть кто ищет какой-то выигрыш, а есть кому не нужен никакой выигрыш. Есть кто, кто считает, что мы делаем хорошее полезное дело и они помогают нам. Есть, которые ищут какой-то выигрыш, а они выигрывают. Это разные подходы, но вот и тот, и тот по факту существует. У меня, наверное, последний вопрос. Центр искусства и насколько вообще вы как община, вы как организатор занимаетесь продвижением искусства параллельно с просто решением благотворительных вопросов, связанным с нуждами сегодняшнего дня? Музей является общиной институцией второго порядка. То есть он не несет себя в прямую те ценности, которые несет община. Еврейский музей и центр искусства это не филиалы религиозной общины, и там эти религиозные ценности не представлены в открытом виде. Но он имеет несколько задач. Первая задача это, безусловно, посвящение знакомств, как даже сказал, посетителей с истории еврейского народа, причем как евреи, так и неевреи сегодняшнего большинства молодежи не знает никакой истории. Второе это некая имиджевая структура, которая на самом деле сильно подняла статус имидж еврейской общины, выйдя за рамки просто какой-то конфессиональной организации. И в этом смысле продвижение искусства это некий, мне кажется, очень перспективный, правильный путь, как еврейская община поднялась над узкой конфессиональной площадкой, и люди стали по-другому смотреть. Действительно, есть там синагоги, а есть музей. И вот музей это какая-то важная вещь. Я не могу сказать, что наша основная задача, вообще, наша религиозная община это продвижение искусства. Но искусство один из инструментов. И познание мира, и подъема статуса еврейской общины, и культурного просвещения людей, как корректная история, но в том же месте существующая. Люди приходят на выставки искусства в еврейский музей. Это снимает многие барьеры. Мы проводили статистику, у нас есть центр толерантности, и туда приходит, это связано с еврейским музеем, отдельная структура на самом деле, абсолютно отдельная. У нас есть программа для детей, школьников. И мы проводили опрос, после посещения нашего музея, 90% школьников хотят привезти своих родителей в наш музей. Из них только 45% готовы родителей прийти в наш музей, потому что есть какие-то предубеждения или грани. Но вот эти грани падают постепенно. И для меня это очень ценно. Это прямо один из фокусов создания этого музея, падение этих заборов, стереотипов. Я в течение всего времени интервью пытался добиться от Александра каких-нибудь внятных советов по тому, куда инвестировать. Ну и, как видите, внятных советов я не получил, потому что это не его вопрос. Зато мы очень много говорили о том, как с помощью общины, вместе с общиной и в том числе и для блага общины можно было бы организовать процесс инвестирования лучше и эффективнее. Действительно, пример очень хороший. Таких примеров в мире немало. Есть разные другие общины, которые взаимодействуя между собой, создают среду для успешного инвестирования. И особенно меня расстроила в интервью, конечно, фраза, сказанная Александром о том, что не существует взаимодействия с другими религиозными общинами в России на эту тему. Это было бы, конечно, очень сильным продвижением вперед, если бы бизнесмены разных конфессий могли между собой лучше взаимодействовать. Но так или иначе, пока мы имеем то, что мы имеем, этот позитивный опыт можно было бы использовать не только тем, кто объединен религией, но и тем, кто объединяется по, вообще говоря, совершенно любым принципам и признакам. Спасибо и до следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok